Вы столкнулись с проблемой. Вы потеряли шланг от компрессора Xiaomi, либо вы его испортили. Все просто. Он у нас здесь закручивается и сюда он вставляется. Внутри находится микрик, который у нас отключает аппарат. То есть, когда шланг у нас оригинальный установлен внутрь, и он у нас имеет такую вот петлю. За эту петлю его можно спокойно переносить. Он довольно крепкий, он абсолютно не выпадывает. Ну, естественно, если потрясти хорошо, то может быть и выпадет. Но в целом, теоретически, можно вот этот шланг использовать как переноску. Теперь давайте посмотрим. Вот мы вставили оригинальный шланг и пробуем включить аппарат. Зажимаем центральную клавишу и у нас ничего не происходит. То есть, с вставленным шлангом у нас аппарат не включится. Вытаскиваем. Микрик срабатывает и у нас автоматически включается наш аппарат. Если вы потеряли шлангчик и у вас нету ничего другого, чтобы туда вставить, то вы можете выключить его долгим нажатием на центральную клавишу. Он у нас выключился. Долгое нажатие. Он у нас, аппарат, включился. То есть, тут никаких проблем нет. И можно пользоваться, в принципе, другим каким-то шлангом. Не обязательно вставлять его в это отверстие, чтобы у нас был нажат микрик, и чтобы аппарат выключался. То есть, можно выключать с помощью центральной клавиши. Тут мы разобрались. Теперь давайте перейдем к самим шлангчикам. Это у меня оригинальный шлангчик. Он был в комплекте с моим насосом. Точно такой же шлангчик вы можете купить на китайских интервент-площадках, на том же Алиэкспрессе. Цена в районе 400 рублей. Где-то я видел от 400 до 450 рублей. Я даже заказывал такой шлангчик оригинальный. Держал его в руках. Он действительно оригинальный. То есть, он абсолютно ничем не отличается от этого стандартного оригинального шланга, который был в комплекте с компрессором. Какие особенности у этого шланга? Особенность. У нас здесь, естественно, резьба. Потом идет металлическая такая вставочка, которая одновременно является хомутом. То есть, вот эта вот металлическая часть, на нее одет шлангчик. И вот эта вот металлическая скобочка, она сюда одевается и зажимает. И у нас все это получается такое цельное, герметичное. С другой стороны, у нас тоже шлангчик одевается на вот эту металлическую часть. И тоже вот эта вот скобочка металлическая, она тоже одевается и зажимается. То есть, тоже тут у нас все герметично. Особенность конкретно шланга для компрессора Xiaomi, то что у нас есть вот такая длинная часть. И она не просто такая длинная, она специализированная. Она у нас вращается, чтобы удобно было накручивать. Ну, внутри все стандартно. Это как раз вот для того, чтобы можно было вставить ее внутрь. И она у нас там фиксируется, вот эта вот ответная часть. Но кто-то не хочет покупать оригинальный, 400 рублей платить скажет, что шланг не может столько стоить, то есть выход. На том же Алиэкспрессе можно приобрести аналог шланчика для Xiaomi, конкретно для этой модели. Его цена в районе 200 рублей. Какие есть видимые отличия? Давайте посмотрим. У нас отличается цвет металла, но это на скорость в кавычках не влияет. У нас отличается материал вот этой вот скобочки. На оригинальном он такой матовый. На копии он у нас такой блестящий, но тоже на скорость абсолютно не влияет. Отличается толщина шланчика. Оригинальный шланчик более мягкий. Аналог более твердый. И вот если даже присмотреться, на нем видно нитки. Это опять же не хорошо, не плохо. Просто шланчик другой. Сам шланг, который использовали, он другой. Есть отличия, давайте посмотрим, в длине. В длине есть отличия. На аналоге немного сэкономили. И у нас короче. Опять же, на скорость это не влияет. Переходим к самому главному, самой главной части шланчика. Здесь у нас на оригинале матовое все и вращается. На аналоге у нас опять вот эта часть скобочка, она блестящая. И вот эта часть тоже блестит. Есть небольшой люфт, тоже есть вращение. То есть тут отличия визуально есть, но по сути отличий нет. Смотрим внутреннюю часть. Тоже отличается цвет металла. Давайте попробуем, подойдет ли он у нас. Ну, я знаю, что он подойдет, но покажу вам. Мы его накручиваем. Встает как родной, никаких проблем нет. Пытаемся вставить. Вставили. Он зашел более, так скажем, грубовато. Щелчок не очень был отчетливо слышен. Но в целом разницы нет. Переносить можно также. Делаем вывод. Можно ли покупать неоригинальный шланчик для компрессора с селами? На мой взгляд, можно. Вы сэкономите деньги. И у вас будет, так скажем, прибор полностью работоспособен. Также для чего можно еще приобрести такой шланчик? Если вы накачиваете какое-то большое колесо, то, по всей видимости, у вас компрессор не достанет до земли, и он просто будет висеть на шланге. Для этого можно удлинить шланг. Будет не очень красиво, но в целом будет гораздо удобнее накачивать колеса большого диаметра. Еще есть один момент, который можно докупить для этого компрессора. Как вы понимаете, когда вы пытаетесь накачать, вам нужно накручивать. И с помощью вот этого действия у вас и происходит герметизация в момент накачки колеса. То есть внутри есть резинка, и кому-то это не нравится. Для таких людей уже есть вот такие переходнички, быстросъемные. Он сделан полностью из металла. Состоит из нескольких частей. Раз, часть, два, три. И вот эта четвертая часть, она скручивается. Есть точно такие же переходники без кнопки спуска. Для чего кнопка спуска? Так как у нас здесь есть манометр. Манометр довольно точный. Вы хотите накачать до определенного какого-то момента ваше колесо. Накачивайте и немножко переборчили. То есть не выставили автоматическое выключение. Либо просто подошли к автомобилю, и у вас колеса сильно накачаны. Вам нужно немножко приспустить. Если в обычном режиме, то есть со стандартным насосом, компрессором, вам придется мипель нажимать, чтобы спустить. Потом накручивать этот шланчик. И таким нелегким методом вычислять точные параметры накачанного колеса. С этим устройством все произойдет гораздо проще. То есть вы накручиваете. Затем отжимаете, одеваете, и у вас происходит герметизация. Внутри у нас есть резинка. Ее видно. И вы видите по манометру, что у вас параметр завышен. Вам нужно немножко стравить, так скажем, по-русски давление. Нажимаете вот на эту кнопочку, и у вас происходит спуск воздуха из колеса. Нажали, воздух выходит. Смотрите по манометру. По манометру появилась та цифра, которая вам нужна. Отпускаете вот эту кнопочку, и стравливание воздуха прекращается. Все. Вы имеете тот параметр, который вам надо. И без всяких дополнительных манипуляций с откручиванием и прикручиванием этого шланчика. Далее нажимаете на это и вытаскиваете. Все. С колесом вы закончили. То есть довольно удобно и, в принципе, недорого. Как я уже сказал, что оригинальный шланчик у нас вот этот вот стоит в районе 400 рублей. Копия стоит в районе 200 рублей. А вот это замечательное устройство стоит в районе 200-250 рублей. В принципе, я считаю, что это нормальная, адекватная цена для такого полезного небольшого устройства, которое полностью из металла. То есть теоретически тут ломаться нечем. Ну, единственное, может быть, резинку можете потерять, но навряд ли. То есть к покупке рекомендую и переходник, и шланг. Вещь хорошая, в хозяйстве пригодится.